Здравствуйте! С вами новости АТН. В студии Александра Индихова. В начале главной темы. Коротко. Вы можете сказать, угрожает ли его жизнь что-нибудь? Да, угрожает. Угрожает, потому что это тяжелое турокоабдоминальное ранение. Турокоабдоминальное ранение. Ранение охрудной эффекты и внушной полости. Покушение на мэра Харикова Геннадий Кернес в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи. Да, я ездила с российским флагом. За это нужно убивать. Правильно? Я никто вас не ждал. Нет, никто, посмотри на него. 14 человек травмированы среди пострадавших милиционер и шествия футбольных болельщиков. Перед матчем «Металлист Днепр» закончила столкновениями с пророссийскими активистами. Молодец! Молодец! Взрыв пакеты, саморезы. Мирный палаточный городок под георгиевским флагом оказался вовсе немирным. Теперь подробности. Сегодня было совершено покушение на мэра Харикова Геннадия Кернеса. Во время пробежки по Белгородскому шоссе в мэра стреляли, выстрел был один, попали в спину. Охрана доставила Кернеса в неотложку, где врачи боролись за его жизнь. Сейчас состояние мэра стабильно тяжелое, медики не дают дальнейших прогнозов. Репортаж Натальи Белокудри. Первые минуты после покушения. Десятки милиционеров прочесывают придорожную траву. Работают служебные собаки, ищут гильзу и следы стрелявшего. Создана усиленная следственно-оперативная группа в составе работников МВД главного следственного управления с департамента уголовного розыска МВД Украины. Мы уже обнаружили место, откуда стреляли. Не из машины, а из лесопосадки стреляли в него. Оружие? Оружие, похоже, так сказать, предварительно. Да, уже мы понимаем, какое оружие. Я думаю, мы проводим следственные действия. Место преступления – Белгородское шоссе. Неподалеку автобусная остановка «Лесная сказка». Геннадий Кернес совершал пробежку. Добежав до пяти хаток, возвращался под грунтовой дорожки, что идет параллельно шоссе. Автомобиль охраны ехал чуть позади. После выстрела охранники перенесли раненого в машину. Об этом свидетельствуют пятна крови на асфальте. Вокруг густые заросли. А с противоположной стороны, где, предположительно, прятался киллер, еще и забор. Есть возможность уйти незамеченным. Мэр не всегда тренировался на Белгородской трассе. Но в этот раз его маршрут и время выхода на пробежку, очевидно, не были секретом для стрелявшего. Уже зарегистрировано в ЕРДР уголовное производство по признакам статьи 115.115 покушения на убийство. Есть уже определенные, так сказать, обнаруженные на месте происшествия следы там, где в него попали, следы крови. И проводятся все необходимые с участием всех служб и оперативных, и следственных все необходимые следственные действия. Уже есть определенные результаты проведенных первых следственно-оперативных действий. Около больницы скорой неотложной помощи парад дорогих иномарок. Услышав о ранении Кернеса, сюда съезжаются депутаты, руководители ведомств, начальники управления всех уровней. Отменил свою пресс-конференцию друг мэра Михаил Добкин. Он делится с журналистами большим количеством подробностей, нежели милиция, и не скрывая эмоций, надеется, что нападающего найдут по горячим следам. Милиция нашла гильзу, насколько я понял, где-то 7.62. Это боевое оружие, скорее всего, это винтовка СВД со снайперским прицелом. Стреляли на поражение в область сердца. И только, если так можно сказать, по счастливой случайности, имеем то, что имеем, без смертельного исхода. Ранение очень тяжелое. Стреляли сегодня не в Кернеса, а стреляли сегодня по Харькову. Врач, который оперировал Кернеса, рассказывает, мэр поступил к ним без сознания, в шоковом состоянии, потерял много крови, сразу попал на операционный стол. Почти два часа врачи боролись за его жизнь. Состояние удалось стабилизировать, но никаких прогнозов хирург не дает. Вы можете сказать, угрожает ли его жизнь что-нибудь? Да, угрожает. Угрожает, потому что это тяжелое турок-абдоминальное ранение. Турок-абдоминальное ранение округной клетки и внушной полости. Он у нас входит в операционный, там происходит обследование, потому что в этот момент транспортировать больного – это нецелесообразно и опасно. В связи с ранением Геннадия Кернеса обязанности Харьковского городского головы будет исполнять секретарь городского совета Александр Новак. Ход расследования на контроле у министра МВД Арсена Авакова. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Александр Ушаков, Агентство телевидения новости. Геннадий Кернес пережил как минимум четыре покушения, о которых было известно официально. Однако до сегодняшнего дня они носили скорее показательный характер и не оставляли впечатления того, что Кернеса действительно пытались убить. Репортаж Марина Николаева. Первое громкое покушение на Геннадия Кернеса произошло в октябре 2004 года. Под его автомобилем, припаркованным на улице Красина, где в то время жила семья Кернеса, было заложено взрывное устройство. Взрыв прогремел рано утром. В это время в машине никого не было, повыбивало лишь стекла в окнах домов в округе. В организации покушения были обвинены офицеры УБОПа во главе с Евгением Жилиным. Два года по обвинению в подрыве машины Кернеса он находился в СИЗО, но смог добиться оправдания. Восстановившись в милиции, в 2008 году он какое-то время еще собирал компромат на Кернеса. Но в 2011 году, после создания клуба «Оплот», по данным СМИ, фактически перешел на его сторону. По данным источников, дружба между оппонентами возникла на почве бизнеса. Кернес дал возможность Жилину заниматься обналичиванием денег и контрабандой. А Жилин, в свою очередь, сделал из своих бойцов передовой отряд гопников, который защищал в Киеве Януковича, а в Харькове участвовал в столкновениях на пророссийской стороне с георгиевскими ленточками. Именно бойцы Жилина, по одной из версий, за отступничество Кернеса от идей федерализма и сепаратизма, возможно, не без участия российской стороны, могли совершить и сегодняшнее покушение. Однако в интервью российскому каналу Life News Евгений Жилин, якобы из Харькова по скайпу, прокомментировав покушение на Кернеса, пожелал ему здоровья и пообещал при необходимости предоставить помощь. За время нахождения Жилина в СИЗО на Кернеса были совершены два покушения в 2007 году, в январе и в июне, однако они носили скорее имитационный характер. В январе около гостиницы «Националь», где находится постоянный офис Кернеса, взорвался взрыв-пакет, начиненный шурупами. Однако сила взрыва была такова, что никто не пострадал. В июне с крыши дома напротив горы с полкома были произведены выстрелы шариками и кусками арматуры с помощью самодельного устройства. ЧП произошло в час ночи, когда Кернес в компании бизнесмена Игоря Ялдина выходил из мэрии, пострадал от взрыва бизнесмен. При этом расследование по обоим покушениям сошло на нет, что в глазах общественности стало еще одним доказательством несостоятельности версии теракта. Как и попытки покушения на Кернеса со стороны экс-депутата от партии регионов Олега Медведева, который был осужден на 10 лет просто на основании кассетной записи, где Медведев нелицеприятно отзывается о Кернесе. Правда, освободили Медведева через два года. Этот процесс никто с реальной угрозой жизни Геннадию Кернесу не связал. Скорее, с местью за то, что Медведев слишком много знал о наркотических увлечениях Кернеса и Добкина. Марина Николаева, агентство телевидения новости. Шествие футбольных болельщиков перед воскресным матчем «Металлист Днепр» началось мирно, но закончилось столкновениями с пророссийскими активистами. Репортаж Галины Шподревой. Самое начало митинга – площадь Конституции. Речь и гимн сбор пожертвований. Людей не очень много, до полусотни. Многолюдно становятся с приходом футбольных фанатов, ультрасов и болельщиков Днепра. Сегодня они решили объединиться и пройти мирным маршем за единую Украину. Из Днепропетровска поддержать свою команду приехало около ста человек. Этим мы показываем, что мы все украинцы, то, что происходит вокруг футбола. Это все такое, это игры. Самое главное, что мы украинцы, мы поддерживаем единую Украину. Мы братья Кузацкого, роду! Около пяти часов марш двинулся из центра в сторону стадиона. Площадь Конституции – Роза-Люксембург, Московский проспект. Путин, х**а! Путин, х**а! Путин, х**а! По Богдана Хмельницкого люди вышли на улицу Плехановскую. и на перекрёстке Плехановской и Кирова марш остановился. Вместо того, чтобы свернуть в сторону стадиона, движение двинулось в противоположном направлении, в сторону Маломясницкой, где, как кто-то сказал, якобы собрались пророссийские активисты. Первым на пути толпы оказался велосипедист с красным флагом. Дальше – больше. Нашу колонну атаковали болельщики. Колонна была вынуждена изменить направление, отступить. А так как в нашей колонне были и бабушки, и тёти, то нам пришлось прикрывать. Автомобиль, в котором были сторонники антимайдана, разбит. Одному человеку потребовалась помощь. Мы не успели уехать на машине. Вот они подошли и начали лупить. Да, я ездила с российским флагом. За это нужно убивать. Правильно? Никто, посмотри на него. А что вы делали? Досталось и милиции. Под занавес их забросали камнями. И уже после этого отправились на стадион, не забыв по дороге проверить подворотни на наличие там сепаратистов. Галина Шподарева, Антон Калита, агентство телевидения новости. В результате столкновений между «Ультрас» и пророссийскими активистами, по данным Харьковской милиции, 14 человек получили травмы лёгкой средней тяжести. Среди пострадавших также два сотрудника милиции. По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело. Это видео снято накануне у стадиона «Металлизм», где произошли потасовки между футбольными болельщиками и пророссийскими активистами. В частности, резонанс вызвали действия «Ультрас», разбивших машину с российскими флагами, которая двигалась по улице, где проходил марш. Как оказалось, после в машине были активистки митингов за федерализацию и создание Харьковской народной республики. Это подтверждает и соокординатор движения «Народное единство» Елена Корчинская. Каждое воскресенье этот наш антимайдановский пробег ездил по определенным путям по городу. И так сложилось вчера, что, может быть, люди пошли выразить протест «Ультрас» только из той причины, что везде в СМИ и в газетах пишется о том, что правый сектор, так называемая организация «Правый сектор» состоит из «Ультрас». А вот поэтому они пошли выразить свой протест против того, что эти люди присутствуют в Харькове. Представитель «Ультрас» Ярослав Марченко ситуацию с машиной прокомментировать не смог, но уверяет, что все действия были спровоцированы. По его словам, когда болельщики уже подходили к стадиону, появилось около 200 людей в масках с палками и битами, которые вели себя агрессивно и стали намеренно нападать на болельщиков. Ярослав утверждает, что, скорее всего, нападение на марш «Единство» было заранее спланировано пророссийскими активистами. Вы сами понимаете, когда 10 человек хотят нападать на 5000, ну, что у них мало. То есть, это как сейчас, это правда карта, я не знаю, картинку снять или показать, что выставить битиков в плохом, если у них какие-то агрессивные. Ну, наверное, скорее всего, это было для этого. Потому что камеры и еще российских операторов было очень много. По информации горсовета, в Харьковскую больницу неотложной помощи вчера поступило 12 пострадавших во время столкновений возле стадиона. Среди них – двое милиционеров. Травмы у всех легкой и средней тяжести. На данный момент в лечебном учреждении остается трое пациентов. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь и отпущены домой. По факту массовых беспорядков правоохранителями возбуждено уголовное производство по статье «Массовые беспорядки», которое предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Вы смотрите новости АТН и далее наши выпуски. Это были женщины. Мы просто хотим поддержать Донбасс, хотим поддержать Луганск мирным протестом. Коктейли Молотова и взрыв пакеты. Милиция ликвидировала палаточный городок Антимайдана возле памятника Ленину. Этот человек обнаружил у меня какие-то патроны, какой-то револьвер. Сегодня рассматривалась эпиляция на двухмесячный срок содержания под стражей одного из лидеров Харьковского Антимайдана Константина Долгова, подозреваемого в организации поджогов банкоматов «Приватбанка». Если мы будем сидеть на устаревших производствах, то, конечно, все сохранится за теми, кто эти производства захватил. Украина без Путина имеет больше шансов, чем Россия с Путиным. Михаил Ходорковский в Харькове. Об этом через минуту. Так сейчас выглядит вещание телекомпании АТН. 8 апреля в АТН ворвались бандиты. Они разгромили аппаратуру. Занеся ущерб на миллион гривен. Ребята, все это не наше помещение. АТН пытается возобновить вещание и просит о помощи всех, кто ждет честных новостей. Помоги АТН. Реализуй свое право на информацию. Накануне на Площади Свободы пророссийские активисты сорвали с флагштока национальный флаг и оборудовали постоянный палаточный городок у памятника Ленину. Антимайдановцы говорят, сделали это исключительно с мирными намерениями. Однако милиция нашла в палатках коктейли Молотова и взрыв-пакет. С водорожения флага в цветах георгиевской ленты вместо флага Украины на флагштоке возле мемориального знака «Камень» в честь самоопределения украинской нации начался воскресный день пророссийских активистов на Площади Свободы. Желто-синее полотнище участники антимайдана сорвали под аплодисменты соратников и молчаливом попустительстве милиции. Желто-синий государственный символ участники антимайдана сорвали под аплодисменты соратников и молчаливом попустительстве милиции. Кто именно срывал флаг, говорят координаторы антимайдана, они не знают. Однако уверены, что это произошло не из-за идей сепаратизма. Скорее всего, флаг Украины сорвали. Не знаю почему, потому что Украина не защищает интересы граждан Украины. Из-за этого был сорван флаг. А водрузили георгиевскую ленту, но просто люди не видят выхода. И видно только этот символ победы им может как-то помочь. Однако сегодня на флагштоке у памятного знака национальный флаг так и не появился. В милиции обещают дать правовую оценку действиям как тех, кто срывал флаг, так и тех, с чего ведомо это происходило. Между тем, первая победа антимайдановцев только раззадорила. Ближе к вечеру они попытались укрепиться на Площади Свободы основательно. У памятника Ленину обустроили палаточный городок. Елена Корчинского утверждает абсолютно с мирными целями. Это были женщины. Мы просто хотим поддержать Донбасс, хотим поддержать Луганск мирным протестом на самом деле. Поэтому я не знаю, вот вечером, там якобы, я видела, опять же, по телевидению, якобы нашли зажигательные смеси. Но я уже один раз сталкивалась с зажигательными смесями лично у себя возле офиса. Я даю слово, что у нас их в офисе не было, потому что если бы они были у нас в офисе, я бы сейчас сидела бы за решеткой. Поэтому это была очередная подстава, наверное. Ну а так действительно люди хотели выразить мирный протест. Однако на оперативном видео у милиции среди задержанных не женщины, а мужчины. Вечером в воскресенье правоохранители нагрянули в лагерь пророссийских активистов, где задержали 13 человек. Кроме коктейлей Молотова, утверждают в МВД, нашли маски, взрывпакеты, палки, приготовленные для нападений. Взрывпакеты, саморезы. Сегодня около памятника Ленину никакого палаточного городка уже нет. Подступы к вождю охраняет милиция. Однако об открытых уголовных производствах по воскресным событиям на площади пока не сообщается. Инна Степанишина, Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения. Новости. В Харьковском апелляционном суде сегодня рассматривалась апелляция на двухмесячный срок к содержанию под стражей одного из лидеров Харьковского антимайдана Константина Долгова, подозреваемого в организации поджогов банкоматов Приватбанка. Впрочем, из-за поведения у сторонников, пришедших на заседание, решения о возможном изменении меры пресечения суд так и не принял. Репортаж Виталия Лапскира. В качестве меры пресечения одному из активистов пророссийских митингов в Харькове Константину Долгову, подозреваемому в организации поджогов банкоматов Приватбанка, суд определил два месяца СИЗО. Но Константин обвинений в свой адрес не признает. Этот человек обнаружил у меня какие-то патроны, какой-то револьвер. Я думаю, что, ребята, вы меня прекрасно знаете, я же даже пользоваться не умею этим всем. Сегодня на заседание апелляционного суда по изменению меры пресечения пришло несколько десятков сторонников Долгова. Суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме. Люди, поддерживающие Долгова, с этим решением никак не хотели соглашаться и довольно долго не покидали зал. Некоторым помочь его покинуть пришлось даже сотрудникам Грифона. Мать Константина Долгова вела себя тихо. Она никак не может смириться с тем, что ее сын арестован. Людмила Васильевна не верит, что он в чем-то может быть виновен. Я его только поддерживаю всеми силами. Но в данный момент его задержали, и мы лишились кормиться, потому что я пенсионерка, жена у него родить должна скоро. Она не имеет доходов, несовершеннолетняя дочь. Изменит ли апелляционный суд Константину меру пресечения? Матери ответа на этот вопрос предстоит ждать еще два дня. Сегодня из-за срыва заседания суда оно было перенесено на 30 апреля. У нас есть все основания, чтобы было пересмотрено меру пресечения. Сейчас это нахождение под стражей, и большой залог 609 тысяч. Но реально мы будем просить другие меры пресечения, не связанные с реальным лишением свободы. Также следует отметить, что адвокат другого харьковского задержанного пророссийского активиста Игната Крамского по прозвищу ТАПАЗ сообщил новостям АТН, что в ближайшие пять дней будет подана апелляция на меру пресечения для ТАПАЗа, которому суд избрал нахождение под стражей в течение 33 дней. Виталий Лапскир, Антон Калита, агентство телевидения новости. Поскольку Путин у нас, экономическое преимущество у вас. Так перспективу Украины оценил Михаил Ходорковский, который приехал накануне в Харьков. Главный политзаключенный России, хоть и вспоминал тюрьму, говорил не о прошлом и политике, а о будущем и экономике. Экс-глава ЮКОСа и экс-политзаключенный Михаил Ходорковский удивляет всех своей демократичностью. Футболка, куча извинений за опоздание и рукопожатие со всеми присутствующими в зале. Второй раз удивляет тем, что на встрече с журналистами и общественными активистами спешит не ответить на вопросы, а послушать других. Говорит, что даже при всей своей осведомленности то, что говорят об Украине в России, и что он увидел здесь – две большие разницы. Однако больше расспрашивает не про политику, а про экономику. У нас именно там происходят все украинские форумы Евромайдана, на котором присутствовали россияне, которые поддержали украинские Евромайданы. И когда россияне спросили, в частности, в частности, в Чем мы, Россия, можем вам помочь. Я сказала, что вы можете нам помочь сейчас реформировать нашу экономику. И в день, когда Россия вызвала своего посла из Украины, они на Майдане организовали посольство России на Евромайдане и создали комитет экономических реформ. Ходорковский предрекает Украине успешное экономическое развитие. Уверяясь, с газовой иглы можно спрыгнуть за 10 лет, если развивать свои месторождения, сократить объемы потребления. Главное же – вкладывать в инновации, где залог успеха не ресурсы, а свободно мыслящий человек. Все это будет при нормальном инновационном развитии экономики перераспределено в течение ближайшего десятилетия без всяких, как бы сказать, чрезвычайных законов. Талантливые люди добьются успеха, неталантливые, пускай даже что-то захватившие, проедят свои состояния. Это будет неизбежно. Весь вопрос о том, если будет динамично развивающаяся экономика, инновационная экономика, это произойдет. Если мы будем сидеть на устаревших производствах, то, конечно, все сохранится, так сказать, за теми, кто эти производства захватил, но я абсолютно уверен, не это вас тогда будет волновать. Через 10 лет оставшихся в рамках старых производств вам не о том надо будет заботиться, вам надо будет заботиться, куда отсюда смыться. Поэтому вопрос правового государства, вопрос стабильности отношений собственности – ключевая проблема. Вот ее надо решить. Поскольку у нас Владимир Владимирович Путин, а у вас, так сказать, еще неизвестно кто, у вас есть шансы. У нас пока на ближайшее короткое время шанса нет. В этом у вас преимущество. Ходорковский и его команда, а он прибыл с группой оппозиционных ученых и людей искусства, не устают повторять, что Россия – это не Путин. Однако при всем своем дружеском отношении предлагают через них налаживать культурологические связи между Россией и Юго-Востоком, не исключая, что Украину как минимум ждет широкая федерализация. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». По данным Харьковского гидромедцентра, с 28 апреля до 2 мая в Харькове пасмурно с прояснениями. Ночная температура не будет опускаться ниже 9 градусов. Во вторник и среду возможен небольшой дождь, порывы ветра до 4 метров в секунду. Температура ночью 10 градусов, в днем плюс 17, в четверг 1 мая немного прояснится, а дневная температура поднимется до 20. Вечером пасмурно. В пятницу столбик термометра опустится до 14 градусов. С утра дождь, который усилится к вечеру. Возможно, гроза. Матч двух принципиальнейших соперников в украинском футболе Харьковского металлиста Днепропетровского Днепра прошел без инцидентов. Впервые за много лет на трибунах не было взаимных оскорблений. Ультра с металлистой Днепра, равно как и всех остальных украинских футбольных клубов, заключили перемирие. Перед матчем у гостевых секторов входа на стадион металлист совсем мало милиции, что уразительно контрастирует с предыдущими приездами днепропетровских фанов. Тогда их охраняло значительное количество милиционеров, причем с собаками. Что до самого футбола, Алехандро Гомес снайперским выстрелом в девятку вывел металлист вперед. Днепр отыгрался благодаря 11-метровому, реализованному Николой Калиничем. Победу же металлисту принес эффектный гол Себастьяна Бланка при соавторстве Андрея Богданова. 2-1 в пользу металлиста. Да, конечно, приятно обыграть Днепр. Спасибо болельщикам, которые пришло очень много и поддержали нас. Я думаю, что игра была тяжелая, но слабо, что мы выиграли. С таким отношением, как у нас была сегодня, нам не то, что за чемпионство думать, даже разговаривать о нем рано. А почему было такое отношение? Мы будем разбираться, мы будем разговаривать, со всеми будем собираться, команда, я так думаю. Но с таким отношением я еще раз повторюсь, нам не то, что за чемпионство, нам все за второе место будем. Зато о втором месте теперь уже может задумываться металлист. Харьковская команда сейчас идет третий, отставая на 6 очков от идущего как раз вторым Днепра. При этом у металлиста игра в запасе. Виталий Лапскер, Юрий Васильев, агентство телевидения новости. На этом все. Напомню, вся самая свежая информация всегда на нашем сайте. В студии работала Александра Антихова. Всего вам хорошего. Так сейчас выглядит вещание телекомпании АТН. 8 апреля в АТН ворвались бандиты. Они разгромили аппаратуры, нанеся ущерб на миллион гривен. Ребята, все это не наше помещение. АТН пытается возобновить вещание и просит о помощи всех, кто ждет честных новостей. Помоги АТН. Реализуй свое право на информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова